Собром утро. Собром утро. Сегодня очень как-то душно, жарко, парка. Спали хорошо после всех гуляний, после всех движок вчерашних. Сегодня я предложила Маре Михайловне поехать в больницу. Я буду ее сопровождать, как бы я ни разговаривала на английском, но я умею ориентироваться, пользоваться автотранслитами. И говорить о правильных, задавать правильные вопросы, про страховки, про покрытие. В общем, беру ответственность на себя в плане понимания ситуации, потому что я считаю, что все-таки ей это надо, и да я больницы не люблю. А люди другие любят больницы, любят свой организм туда показывать. Я считаю, что у Марии Михайловны есть, так сказать, сложность. Она туда не идет из-за страха каких-то там счетов, но из-за непонятности. А не из-за того, что она не любит больницы, вот как я. Вот я в них не иду, потому что я их не люблю, я в них не хожу. Но у меня и другое мышление. А у нее вот безысходность, что она не может воспользоваться этой услугой. Ну, мне так кажется, в всяком случае. Потому что она охотно согласилась ехать. Я это говорю на камеру. Мария Михайловна смотрит мой канал. Я думаю, она меня не заругает. Я тут не перевираю никакую информацию, не перекручиваю, а выдаю. Я могу быть не права, она меня в этом поправит. А вот поэтому едем в больницу. Причем в какую-то, в которую мы не знаем. Якась лекарня для летних людей. Поедем, посмотрим, что там будет. Поделюсь. Может, кому-то это в помощь придет. Потому что много наших летних людей идут всюду. И многие столкнутся примерно с тем же. Ну, я так думаю. А тут у нас такой раз и опыт. Ладно, погнали в больничку. Мы едем. Я тут Мария Михайловна возделала публичной личностью. Так что нос пистолетом в камеру. Едем мы. Короче, мы едем сейчас. Не знаю еще, куда приедем. Когда приедем, да, скажу, куда мы едем. Пока что просто едем. Поехали. Нас привел наш этот руководитель в какую-то клинику. Сейчас пойдем разбираться, что там. Что это тут за... Приехали в эту клинику. Девочка посмотрела в пазу по иншурансу и сказала, что чтобы было по страховке, вам нужна другая клиника. Дала нам выписала какую-то нам бумагу. Мы опять ехали 7 миль. Теперь мне надо найти, где этот адрес. Это 1000, а мне надо номер 200. Это крутая какая-то больничная история. Какой-то больничный городок. Тут и гинекологии, и какие-то кардиологии. Нам нужен номер 200. Эвергрин. Дерматология. Гастроэнтерология. Подождите, нам нужен номер 200. Вот вы знаете, я бы сказала как. Как бы я хотела, чтобы компания, которая себя называет благотворительной, не бутсала вновь прибывших людей. Неважно, беженцы они, эмигранты. У каждого есть своя причина оказаться здесь. Сказали, додала адрес, и она типа, сука, блядь, благотворила. Это я смотрела. Вот мне бы хотелось, чтобы благотворительная организация выяснила, что работает, какая программа, иншоринс работает, какая клиника, просто найди их две и туда отправляй людей. Это хотя бы эффективно. Вы же поция. Какого хрена вы это делаете? Люди приезжают, не знают язык, раз, 700. Это кардиология. Люди приезжают, не имеют автомобиль. Два. Вот он. Вот он, 200. Вот. Вот это мы сюда приехали. Она нам хотя бы, девочка, это написала. Все, спасибо ей, низкий уклин. Вот. Сейчас буду опять ругаться, и это видео будет мне нельзя выпустить, потому что опять меня будут пугать, что снесут мой канал из-за моей ругачки. В общем, для этих гребаных, которые ждут поклонов под словом благотворители, работники, вы не благотворители, работаете с собой работу хорошо, найдите пару клиник для людей, которые не имеют машины, не имеют языка, и отправляйте их туда прицельно. И будет вам счастье. Потому что, клянусь вам, я вас прокляну и порчу на виду. Врач, к которому приписана Маша, оказывается, до пятницы, здесь на приеме не работает. Нам ехать я сказала, что я не собираюсь ждать до пятницы. И для меня эта история в последнем вагоне на последней ступеньке не подходит. И мне она сказала, что он сейчас работает внеотложке. Я не могла найти эту неотложку, но вроде бы так я ее выяснила. Сейчас мы едем на смене внеотложной помощи, едем к ее доктору искать его, ловить его там. Поехали. И мы приехали вот в эту вот больницу, которая, это Кэти, это госпиталь скорой помощи, неотложка. Именно, Маша, осторожно, пожалуйста. Вот там заходи, я сбоку. Вот там. А это и есть Эмерджент, неотложка, погнали. Машин врач, что с тапком? А что вы? Херово чувствуете или что? Ну я тогда выхожу, у нас двух и есть. Надо приехать на бессмерт. Вот. Почему я, можно расскажу Марью Михайловну? Потому что будут такие же, как и вы, скитаться. Это будет кому-то наука. Марья Михайловна когда-то сюда загремела. Как только приехала. Ну, она загремела по своим вопросам, по давлению. Короче, какой-то был Крис. Этот. Какой? Я забываю это слово. Какой? Гипертонический. Гипертонический. Никто ей не объяснил. Ни одни, ни другие. Почему я ей ругаюсь? Я ругаюсь часто. Ну я вообще-то не ругаюсь, я эмоционально громко разговариваю. И мне всегда непонятно. Вот простые есть вещи. Выясните. Есть страховка. У нее есть срок годности. Изучите, как это работает. Объясните. Нет. Помощь оказывать надо. Это как бы и понятно. Где мы есть? Сейчас. Я потом расскажу. В общем, Мария Михайловна что-то тут прицепили на руку. Нас приняли. Мы объяснили, что наш врач сегодня здесь на приеме. Семейный врач ее. И нас пригласили вовнутрь в помещение. И мне позволили сопровождать. Я не знаю, какова будет моя функция, но будем так. Я не могу снимать весь тот шабаш, который был в кабинете происходил. Но мне он очень понравился. Прям как в американских фильмах про больницу. Вон Мария Михайловна во всякие катетеры нарядили на всякий случай, если вдруг что-то, сразу ее быстренько в это вдруг что-то упаковывать. Мне очень интересно все это. И вот, что значит человек, который никогда не ходит по больницам, как дикарь теперь над этим всем наблюдает. Это я о себе. Гляньте, ей какую-то амуницию прицепили на руку. А, и короче, ей сказали, Маш, наверное, тут в этом месте людям помогают. Идемте, сядем в другое место. Мы с вами не настолько требуем помощи, наверное. Вот, давайте вот сюда ныряйте. А, походу, тут вообще всем одно и то же тут ставят. Короче, шокожо. Сейчас рассказываю, что сделали. Все ее расспросили, расспросили ее с переводчиками. Если кто-то будет попадать, как Маша, в больницу, вы должны знать, что вам тут дадут переводчика. Есть очень большая подсказка. Если вы до сих пор, как я, не выучили язык, то научитесь пользоваться автотранслейтом. Это будет вам нагода, помощь большая. И вот с помощью автотранслейта вы будете разговаривать. Хотя, как показывает практика, автотранслейт не везде берет интернет, и он не работает. Но вы должны как можно точнее объясниться, если вы попали к врачу на прием, вам надо рассказать все о абсолютных подробностях. В общем, мы уже исповедовали, мы уже исповедались, теперь ждем причастия. У Маши взяли анализ на ковид, шмовид, грипп, вирусную инфекцию, ну и какую-то хрень. Ну, а все остальное, какие у нее там есть симптомы, она будет рассказывать уже после того, как ей нам предложили в комнате ожидания, ну, здесь в зоне ожидания подождать решение. Сегодня анализы будут сделаны, вот, буквально скоро, то есть тут все очень оперативно. И потом они расскажут, что мы им, они нам расскажут, мы им расскажем. Ну, мне понравилось, как Маша такая, ну, я тут не останусь. Тут на каталках качают, или кокотают, а она не хочет. Ну, подумаешь, 900 долларов за то, что на каталке покачали. А, кстати, сейчас еще ей буду делать флюшку, потому что у нее дыхание. Ну, я считаю, что это правильно, потому что если что-то с дыханием, то флюшка нужна. Так, док Лала. Жалко, что я не могу походить, поснимать, тут нельзя. Я и так больше, чем надо, сняла, и мне сделали замечание пальчиком ну-ну-ну. В общем, вот это госпиталь. Ну, тут так, нормальная тема. Мы пригласили делать флюорографию, а мне разрешили ее сопровождать. И, слушайте, вот такие врачи классные. Я вот думаю, может, тут есть какой-то 55-летний врач, я бы с ним побралась бы. У врача явно есть дом, и у меня будет все хорошо. Мне эта больница просто нравится. Вот просто нравится. Здесь мы делали рентген. Мария Михайловна уже одевается, но я хочу снять, хоть показать вам, как это выглядит. В общем, Ксюша, ты права. Мы тут сидим в ожидании результатов анализа. Ты права. Дядек надо найти срочно. Причем таких дядек, которые не дадут впасть в депрессуху, потом тех дядек, которые будут с радостью вести, ну, если в этом будет какая-то необходимость, вести туда-сюда. Он, кстати, тут, сколько дядков, он идет один. Тут один мимо только что прохромал такой, видимо, после этого. После этого. Как они паралитиками потом становятся? После... Как это называется у людей? Наступает, когда их там... Болезнь? Болезнь, но уже пожилых людей. Нет. Когда... Нет, это уже слишком серьезно. Это уже такие... Инсульт. О, инсульт. О, инсульт. Вот только что, тут один прошел, такой инопланетянин. Видно, такой он после инсультник восстанавливающийся. Короче, тут таких чуваков выбор большой, я вам должна сказать. Ну, я все-таки хочу выбрать с вашей в оружейном магазине. Сейчас мы с ней подразберемся, вот с этой темой больничной, но мы с ней сегодня опять пойдем в оружейный магазин. Купим по каске... Купим по каске... Мне тоже нравится. Единственное, что мне... Просто врачи, как мужчины, подходят. Зарплата большая, образованные. Ну, вот как вариант. А еще мне нравятся врачи-донтисты. Вот донтисты, это любимые мои врачи. И зубы в порядке, и свежее дыхание, и чувак, и недорого. О! Это уже для объективности туалетик в загнивающем, в загнивающем западе. Туалет, в котором можно танцевать. Ну, можно и не танцевать. Помыл руки. Тогда взял, вытер. Я из унитаза встала, он за мной прибрал. Вот, он за мной прибрал. Садишься ты на унитаз, как положено. Это просто бумажечка. Вот мы сели, посидели. Та-да-да-да-да. Представили. Ля-ля-ля. Та-ду-ду. Пи-пи-пи. Тра-та-та. Вот встали. Раз. Ну, какая же красота. Пошли дальше. Какая красивая картина. Это люпины. Я их очень люблю. Так, а теперь я хочу кушать. Я вообще хочу пить. И мне надо, наверное, пойти либо к автомату воды купить. Тут где-то есть какая-то еда, но тут такую еду я не ем. Сейчас. По ходу пьесы, пока я не забыла. Хожу, что везде узнаю, слушаю, разговариваю. Оказывается, мы начали говорить, что нам, пожалуйста, окажите услуги. Мы ждем результатов анализов и по ходу пьесы узнаю вопросы, естественно, вопросы оплаты счетов за услуги, потому что мы еще ждем, пока нам сейчас придут, расскажут, что и как, что они показали результаты, что с организмом. Ну, естественно, лечение, это уже будут какие-то счета выставляться. Ну, счета надо платить из-за вот этого присутствия, из-за вот этого приема, который мы тут ходим, вот это кружимся. И еще впоследствии что-то будет. Оказалось, когда люди разговаривают, вот функция вообще у человека есть разговорительная. Нужно говорить не про чужую судьбу, не про судьбу человека. Обычно надо говорить то, что помогает тебе жить. Ну, это мое абсолютное мнение. И вот, когда ты задаешь вопросы, а не сидишь, и сисью мнешь, извините, как моя тоже любимая фраза, тебе отвечают на вопрос. Вот, будут для тех, кто сюда собирается. У меня есть девочка, которая в апреле, в квитне сюда летит. Моего возраста замечательного. Так вот, девочки, если вы вдруг захотите походить по больницам, кто, кого зовут, то вы должны говорить обо всем и сказать, что вот у меня есть иншоренс и больше других денег у меня нет. Только что мы сделали то же самое и нам быстренько сами сотрудники этой клиники дали проспекты и сказали, что есть первые лица, вторые лица, третьи лица, которые помогают финансово в оплате счетов. И ничего в этом такого смертельного нет. Мы сходили к врачам и уехали. Что было дальше, я вам расскажу. Буквально после вот этой проездочки заехали к Маше домой, взяли недостающие документы. Сейчас расскажу дальше. В общем, мы сегодня провели полдня по больницам. Взяли у нее кучу всего. Там все было модненько, вы видели. Главное, легкие, чистые, все отлично. И я все-таки склоняюсь к тому, что это действительно депрессия. Психосоматика, которая на фоне заболела, просто заболела, просифонила, а потом вот так оно работает. Ненужные, нелюбимые, кто бы пожалел, вот так начинает просить организм откликаться на наше мышление. Многие начинают доказывать, нет, я не такая, у меня все по-другому, но такие, все такие, все одинаковые. Писали ржачно, 20 дней, 20 дней прошло, как она болеет, глаза не открываются, глотательного рефлекса, хреновый. И тут вдруг, я говорю, я буду ржать, если скажут ковид. а она говорит, а что, я говорю, ну а что, ковид, давайте, говорю, будем читать, сколько вирусы живут и бактерии. Ковид через 20 дней уже быть не может, уже вирус отбыл, уже сделал, организм поболел, поборолся, а теперь может быть от любого, ОРВИ и так далее, любых болезней, кто бы ни был возбудитель в бактерии, вирус, фак, то есть, он умирает, он недолговечный, а потом остаются в организме, как это называется, непоследствия, ну да, последствия действия вот этих сраных вирусов, инфекций. Но когда он сказал в конце фильма про ковид, меня чуть не порвало, думаю, да, я таки должна работать какой-то там, я не знаю кем, кем-то работать, потому что я знаю все заранее и все заранее, что скажут. Люди очень предсказуемые, ну, капец. Выписал ей каких-то там два препарата, я поржала себе тихонько в душе. Маша, вы будете смотреть это видео, поржала не над вами, а над всей этой темой. Итак, если вы идете в больницу, вам дают переводчика, отвечайте на вопросы, которые вам дают, а не так, как вы входите, не входите в образ и не начинайте умничать. Если вам сказали, ваша фамилия там да, либо нет, не надо, я сейчас достану документ, вам дам, не выдумывайте. Есть бизнес-процесс. Вам задали вопрос, она держала, только что писала твою всю историю, там твои данные переписаны, и она задает вопрос, потому что она работает по процедуре. вы не работаете по процедуре, отвечаете, да, нет, если да, то да, если нет, исправляйте, не надо, я сейчас достану, не производите ни на кого впечатление, им на вас похер. Они работают по процедуре, подтвердите, либо опровергните информацию, которую они у вас спрашивают. Облегчите жизнь им и себе. Вот эти вот я приму сейчас позу, это вот всем новоприбывшим, прибулым, свои вот эти вот манцы оставляйте на потом. Вот, узнавайте все, говорите, не стесняясь. Вот у меня есть страховка, insurance, вот, что она покроет, только те услуги я возьму, чтобы не было неожиданностей, что вы меня потом нахрен закидаете щитами. Потому что сидим, бедный делаем вид, вот сижу, блядь, перед вами, умираю. Не надо вот этих всех манипуляций. Драматизм оставляем для большой сцены. Все говорим словами, они врачи, они каждый день смотрят сутая до ночи на несчастных больных людей. Поэтому... В общем, я уже не помню, ни на чем я остановилась, но я расскажу нужные вещи, уже без эмоций. Потому что я на самом деле немного злилась. Вот. Говорите все, когда вы войдете в кабинет, вы все врачу рассказываете, не стесняясь, что денег нет, вот только в рамках... Но опять, я же не знаю, с чем вы придете. Если вы придете с каким-то, с чем-то, ну, в любом случае, надо зайти в кабинет, чтобы они понимали. И вот ровно, когда мы сказали... Я сказала, Маша подтвердила, там, кстати, если пришел пациент, он должен сам рассказывать. И то, что мне позволили зайти, это еще ни о чем не говорит. что я буду тут сидеть. И знаете, та тут, называется, пришла и должна отвечать за себя сама. Именно тот, кто обращается, не сопровождающий, сам заявляет о всевозможных, ну, что хочет, вплоть до того, что я сказала. Меня все услышали, переводчик, но сам, так сказать, больной должен это все подтвердить и сказать собственным голосом. Ну, это правда, это правильно, я считаю. В общем, и тут они вдруг, говорят, а вы знаете, у нас есть люди, программы, которые, не люди, а программы, которые помогают. Мы вам сейчас принесем анкету, коль вы нуждаетесь, мы вам принесем. Мы еще не знаем, что у вас будет, ну, то есть, что вам диагностируют, какой там, предложат вам курс лечения. Но они уже заранее начали предлагать, они сказали, что мы сейчас принесем анкету, принесли ее, принесли проспекты со всякими контактными номерами телефона. Так, что тут за движ какой-то, я не могу врубиться. Едь уже? И, то есть, они пришли все, потом спросили, нуждаясь ли вы в помощи, они с удовольствием помогают, не то, что наши благотворительные организации, дали волчий билет. Помните в анекдоте про гаишника, который пришел работать в ГАИ, ему все объяснили, говорят, ну все, иди работай на дорогу. А вы не сказали, какая у меня будет зарплата? Говорят, какая зарплата? Тебе жезл дали, а теперь крутись, как можешь. Вот так и нам. Типа, понадавали Маде Михайловне каких-то скринов семейные, клиники, какое-то говнище. А то, что они не работают с медикейт, зачем благотворителям, работникам, вернее, не благотворителям, а работникам благотворительной организации нахрена им этим заморачиваться. А вот если бы она, я не сейчас, ну да, я немного славлю себя, вот если бы не я, она заморачивала, она брала бы такси. Мне даже страшно подумать в поисках приема, а что вы все так прилезли? Чтобы попасть на прием, а не на разведку, как мы сегодня, сколько надо было бы платить этому такси? Вот у меня вопрос. Благотворительная организация об этом знает? Или она даже ни хера не догадывается, что пока она будет бегать, искать, кто ее примет, сколько надо попереездить? Вот, вот видите, я вроде не психовала, а когда доходит дело, до этого я начинаю не заводиться, а я начинаю негодовать. потому что я, наверное, риск-менеджер от Бога. И я люблю, чтобы процессы были прописаны с учетом всего. Не надо так делать. Люди бывают разные, догадливые и недогадливые, стеснительные и нерешительные. Так. Поверните ли воруч? О чем я? Что, если вы боитесь, что у вас на лечение не хватит денег, это не повод вам не идти в больницу и впадать в глубокую депрессию. Везде есть люди и со всеми надо разговаривать. Выход есть везде и отовсюду. Ну, только нет, если крышку гроба заколотили. Я. Вон в аптеках. О, вот она и аптека, в которую мы идем теперь уже получать чудо пилюли. Сказали, получите две таблетки. Она разделена пополам. Слева от головы, третья справа от срачки. И не перепутайте. Но так как мне это запоминать не надо, Марья Михайловна законспектировала это на бумажке. Вроде все рассказала. Если что-то не рассказала, задавайте вопросы. Я теперь профессионала. Поварнить право руч. Я теперь консалкер по вопросу страховок и посещения медучреждений. И на этом я закончу. До следующих встреч.